МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Туринский Ювентус на домашней арене переиграл Реал Мадрид. Матч закончился со счетом 2-1 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри. Счет встречи открыли хозяева. Уже на восьмой минуте испанский нападающий Альваро Мурата забил ворота своего бывшего клуба. Ответный гол Королевского клуба состоялся через 20 минут. Криштиану Роналду замкнул результативную передачу Хамеса Родригеса и головой отправил мяч в ворота итальянского клуба. Исход матча решился только во втором тайме. Окончательный счет поединка установил Карлос Тевес, который заработал и сам реализовал пенальти на 57-й минуте игры. Следующий ответный матч команды проведут 13 мая в Мадриде. Футбольный клуб «Шахтер» остался без главного тренера. Стало известно, что наставник карагандинской команды Владимир Чебурин ушел в отставку. На данный момент после 10 туров казахстанской премьер-лиги «Шахтер», набрав всего 5 очков, занимает последнее 12-е место в турнирной таблице. Также карагандинцы вылетели из Кубка Казахстана, проиграв в 1-8 финала Кокшитаускому к Житпесу со счетом 1-2. Напомним, это уже третья отставка в казахстанской премьер-лиге. Ранее аналогичный пост в Костанайском Тоболе покинул армянский специалист Вардан Минасян, а Аскар Кужебергенов отправлен в отставку из Талдыкурганского Житысу. Сегодня в Астане пройдет третий, возможно, заключительный матч четвертьфинальной серии единой лиги ВТБ между местной Астаной и московским ЦСКА. На данный момент явным фаворитом в борьбе за выход в полуфинал является российский клуб. Армейцы выиграли две предыдущие встречи, а в последней игре и вовсе обошли казахстанскую команду с преимуществом плюс 50. Ранее в первом матче серии до трех побед Астана уступила со счетом 58-103. Состоялись вторые полуфинальные матчи в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Команда Атланта Хоукс встретилась с Вашингтон Уизардс на площадке Филиппс-арены. Хозяева уверенно отобрали победу у гостей со счетом 106-90. Таким образом, счет в серии сравнялся 1-1. Мемфис-Гризлис стали победителями во второй игре против Голден Стейт Уорриорс. Гризлис уступили только в последней четверти и завершили матч со счетом 97-90. Результат в серии 1-1. С 30 мая по 5 июня в Казахстане впервые пройдет крупномасштабное соревнование по ралли-рейду «Ралли Казахстан-2015», соответствующее всем стандартам Международной Автомобильной Федерации. Трасса рейда пройдет по Мангустаусской области, по береговой линии Каспийского моря и каньоном плато Устюрт. Участие в гонке примут лучшие казахстанские экипажи, а также звезды мировых турниров по ралли-рейду. Ожидается приезд неоднократного победителя Дакара, знаменитого лиса пустыни Жанна Луи Шлессера. Организаторами турнира выступили Министерство культуры и спорта Казахстана, Акимат Мангустаусской области, Федерация автомотоспорта и профессиональный спортивный клуб «Мобилэкстра» и «Синтим». Торжественное открытие автогонок состоится 30 мая в Актау. В период открытия трансферного окна в футболе Манчестер Юнайтед планирует купить вратаря сборной Франции уголь Йориса. Об этом сообщает французское издание «Экип». «Красные дьяволы» уже встретились с агентом 28-летнего футболиста и хотят предложить за него 37 миллионов долларов. По некоторой информации, француз уже заявил одноклубникам из Тоттенхэма, что хотел бы летом покинуть коллектив, поскольку разочарован выступлением шпор и непопаданием клуба в Лигу чемпионов. Напомним, уголь Йорис, выступающий за Тоттенхэм с 2012 года, провел 65 матчей за сборную Франции, а в этом сезоне в рамках премьер-лиги защищал ворота нынешнего клуба 32 игры. Сборная Казахстана по футболу проведет еще один товарищеский матч. На этот раз подопечные Юрия Красножана намерены провести встречу с командой Кабо-Верде, которая, по предварительным данным, состоится 16 июня в Алматы. Тем временем появилась информация о стоимости сборных. Немецкий сайт Transfermarkt оценивает стоимость игроков Кабо-Верде в 24,15 миллионов евро. Самым дорогим футболистом в составе соперников Казахстана является защитник румынского стяуа Фернанду Варелла, чья стоимость оценивается в 3 миллиона евро. На втором месте в этом списке сразу трое игроков Кабо-Верде, чья стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро. Это полузащитники лиссабонского спортинга Элдон Рамуш и французского Реймса Адаир Фортес, а также форвард французского Лиля Райан Мендеш. В то же время трансферная стоимость футболистов сборной Казахстана оценивается в 9,1 миллиона евро. Таким образом, состав сборной Казахстана почти в три раза дешевле футболистов в Кабо-Верде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова